МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Аким спустился под землю, блажанавреж и побывал на шахте Абайская. Карагандинская резня. Женщина расправилась со своим сожителем кочергой и ножом. В здоровом теле здоровый дух. В полиглиниках города проводятся бесплатные приемы граждан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кочергая и нож стали орудием преступления. 32-летняя жительница Караганды расправилась со своим 54-летним сожителем при помощи домашней утвари. Как сообщает полиция региона, накануне вечером, 18 февраля, в одной из квартир города следственная оперативная группа Михайловского отдела полиции УВД, задержала безработную женщину, которая призналась в совершении убийства. Как сообщила женщина, после распития алкогольных напитков между ней и любовником вспыхнула ссора. В гневе дама нанесла несколько ударов кочергой по голове, а затем ножом в живот. Желая уйти от ответственности, женщина заявила, что не помнит обстоятельства дела, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако следствию известны некоторые подробности, которые еще предстоит проверить в ходе расследования дела. Полицейским Казахстана разрешат применять огнестрельное оружие без предупреждения. Такая норма содержится в законопроекте о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел, которые представлены в Мажелисе в Астане, сообщает портал закон.кз. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что сотрудники УВД, как и ранее, сохраняют статус представителя государственной власти и защиту его государства. Условия применения оружия и спецсредств определены законом о правоохранительной службе. Вместе с тем проектом закона для защиты сотрудника, в случае если посягательство непосредственно угрожает его жизни, предусматривается право применения оружия без предупреждения. Однако население пугает тот факт, что при таком раскладе в стране могут произойти трагедии. Ведь покалечив задержанного, зачастую стражи порядка выдают это как за оказание сопротивления сотруднику полиции. Однако сами депутаты утверждают, что народ неправильно понял закон и даже назвали такое восприятие вульгарным, пишет информационный портал. Прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Аким области Баужан Абдишев побывал на некоторых производственных объектах Караганды. Глава региона посетил свободную экономическую зону и даже спустился в забой Абайской шахты, где успел пообщаться с горниками. С ходом создания инфраструктуры и объектов строительства потенциальных участников специальной экономической зоны СРАРК глава региона ознакомился на месте. Здесь же Баужан Абдишеву отчитались о ходе строительно-монтажных работ на территории индустриального парка «Металлургия и металлообработка». Глава региона отметил запущенное состояние проектов и экономической зоны в целом. Потому призвал управление предпринимательства области к активной работе. Сделайте управление промышленностью большую карту по каждому проекту, какая ситуация, проблемные вопросы, пути решений и так далее. Все эти вопросы будем помогать, решать и снимать. Все в ручном режиме будем этим заниматься. В этот же день Аким области побывал и в Абайском районе. Поездка началась с посещения мемориального комплекса «Скорбь», возведенного в память о 30 горняках, погибших во время аварии на шахте Абайска 5 лет назад. Глава региона возложил цветы к мемориалу и почтил минутой молчания память погибших шахтеров. Спустился глава региона и в забой этого угольного предприятия. На глубине около 500 метров Боржан Абдишев пообщался с шахтерами. Главу региона интересовало все – условия их труда, охрана, здоровья горняков и техника безопасности. Сколько дорог? 150 тысяч, 180. Это вентиляция. Примечательно, что шахта Абайска является одним из крупных угледобывающих предприятий Карагандинского угольного бассейна. Здесь заняты машины с высокой энерговооруженностью и производительностью. А в текущем году здесь планируется увеличить объем добычи угля, повысить нагрузку на очистной забой и производительность труда. Да будет свет! Карагандинские депутаты проконтролируют ход освещения улиц. На совместном заседании постоянных комиссий городского маслехата рассмотрели вопрос установки фонарей шахтерской столицы. Какие улицы станут светлее в 2013-м, расскажет наш корреспондент. Темных переулков в городе станет меньше. Вот, к примеру, в районе имени Казбек-Би в этом году на восстановление и содержание уличного освещения из городского бюджета выделили 23 миллиона тенге. Работа начнется уже в апреле. Власти планируют восстановить 87 фонарей и поставить новые в тех местах, где это необходимо. Восьмиметровые опоры освещения холодного оцинкования будут с энергосберегающими светодиодными лампами, пояснил районный Аким. Мы решили пойти по пути установки современных светодиодных светильников. Можно было поставить старые стандартные наши дарелки. Но в связи с тем, что у нас действует программа энергосбережения, в связи с тем, что есть у нас поручение правительства Акимова, в России Акимова города по внедрению энергосберегающих технологий, нами было принято решение в этом году устанавливать светодиодные светильники. Подняли депутаты и вопрос качества новых световых опор. Китайские лампы не вызывают особого доверия у народных избранников. Как вариант, специалисты из числа депутатов предложили подумать о железобетонных опорах. Они все же надежнее. Там пишут 50 тысяч часов, это 100% гарантий не будет. Пишут 50 тысяч часов, 100 тысяч часов, все это ерунда. Они вот уже в эксплуатации у нас в Гоголе уже, уже штук 10 поменялись, год не прошло. Особое внимание уделят освещению дорог, ведущих к социально значимым объектам – школам, детским садам и больницам. Напомним, что журналисты Первого Карагандинского уже рассказывали о темной улице Ержаново, где находится 97-я гимназия. Этот вопрос депутаты тоже взяли под свой контроль. В скором времени фонари появятся и там. Если по местному каналу прошла такая информация, нужно обязательно включить эти объекты в программу. Улицы, прилегающие к некоторым школам, прямо показывали, не освещены. Ну, темно. Детям ходить невозможно. Родители, поступали родители и так далее. Это 97-я гимназия, сейчас по Казберкинскому району. И там еще одна школа. Как отметили участники собрания, в нынешнем году большинство уличных фонарей установят по жалобам жителей и запросам депутатов городского маслехата. А вот сметы обоих районов на освещение городских улиц было предложено перепроверить, потому как большой разницы в цене быть не должно. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Забота о детях. В Караганде открылся первый педиатрический центр клиники Миреи. Посещение нового медучреждения станет для ребенка не просто эффективным, но и приятным, говорят медики. Здесь нет недружелюбных людей в белых халатах, нет очередей, в отличие от государственных поликлиник. Чем еще отличается педиатрический центр от обычных больниц, узнавали наши корреспонденты. Рождаемость в Казахстане с каждым годом увеличивается. Чиновники из здравоохранения бьют тревогу. В стране не хватает педиатров. Потому педиатрический центр в Караганде остро необходим. Первым пойти на медицинские открытия решилась клиника Мирей. Накануне шахтерской столицы распахнул свои двери единственный специальный педиатрический центр. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. Хотим, чтобы они постоянно находились под наблюдением педиатра. Здесь работают люди высококвалифицированные. Врачи первой и высшей категории, которые всю жизнь отдали детям. И имеют большой педиатрический стаж. Это очень важно в наше время, потому что педиатров становится очень мало. Здесь ведут прием квалифицированные специалисты узкого профиля. Педиатры, невропатологи, отоларингологи, гастроэнтерологи, аллергологи, хирурги. Оснащен центр по последнему слову техники. Открыт процедурный кабинет. Предоставляются услуги физиотерапии, ультразвуковой лаборатории и функциональной диагностики. Педиатрический центр расположен в микрорайоне Степной 4, дом 2, дробь 2. Мы будем рады видеть вас. Наши двери всегда открыты. И всегда будем рады помочь нашим маленьким пациентам. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Бесплатное лечение. Во всех поликлиниках города проводится акция «Здоровая суббота». Теперь пациентам, которые не состоят на учете, не нужно выжидать своей очереди, чтобы пройти осмотр. Самое главное, все медицинские услуги предоставляются совершенно бесплатно. С подробностями наш корреспондент. Акция под девизом «Прояви о себе заботу, пройди медосмотр в субботу» проводится в рамках программы «Саламат и Казахстан». Жителям города будут проводиться профилактические осмотры без предварительной записи. Чему они и рады. А тут как раз воспалился глаз. Ну, я услышал про акцию «День открытых дверей». Ну, и пришел в поликлинику. Приняли, обслужили все. Поставили диагноз. Назначили лечение. Ну, теперь вот зашел сразу к ортопеду-врачу. Проблемы. Ну, диагноз старый. Давно болят суставы. Ну, назначают то, что лечение, консультация. Очень удобная для нас, особенно работающих людей. В субботний день больных, которые состоят на учете в поликлиниках по месту прикрепления, будут обслуживать специалисты-кардиологи-онкологи, ортопеды, травматологи из областных организаций. В рамках акции для пациентов организуют работу аптек по рецептурному отпуску лекарственных средств. Данная акция предусматривает собой раннее оповещение, диагностику заболеваний. В моем случае это заболевания опорно-двигательной системы. То есть, ранняя диагностика, оповещение населения об объемах, оказываемой медицинской помощи, высоко специализированной медицинской помощи, протезирование суставов, ортроскопические операции коленных суставов. К слову, акция «Здоровая суббота» будет проходить каждую субботу во всех поликлиниках Караганды. Где каждый житель, прикрепленный к нашей поликлинике, должен пройти медицинский осмотр, особенно жители после 40 лет, для профилактики таких заболеваний, как БСК, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь. И многие заболевания, особенно визуальных и невизуальных локализаций онкологических. Приглашаем вас всех на профилактический осмотр и желаем вам всем быть здоровым. Мирамгус Алкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня в регионе стартовал отборочный тур 47-го областного конкурса юных музыкантов. Культурное состязание проводится среди учащихся фортепианных и хоровых коллективов. 1 марта будут отобраны самые достойные воспитанники музыкальной школы. Талантливые финалисты примут участие в конкурсе уже на республиканском уровне. Мирамгус Алкимбаева продолжит. В конкурсе приняли участие более 400 воспитанников детской музыкальной школы города. Из всех будут отобраны только 5 пианистов и один хоровой коллектив. По словам организующей стороны, такое мероприятие проводится один раз в три года. Так, в прошлом году такой конкурс был организован для домбристов, рассказывает Осета Бильдин, директор детской музыкальной школы. Участвуют буквально практически все районы нашей Караганинской области, все города. Сашактин, Сарань, Чесхазган, районы наши, Жанаркинский, Бухаржавский районы. В общем, все, практически все области. В этом году проводится среди пианистов и хоров. Агирим Азерханова играет на фортепиано с 5 лет. Мечта семиклассницы – совершенствовать свое исполнительское мастерство для выступления на профессиональной сцене. В этом году я ездила на конкурс в Умату-Куншак, заняла второе место. Также раньше участвовала в конкурсах «Новые имена», занимала третье и второе место. Цель конкурса – совершенствование музыкально-эстетического воспитания и исполнительского мастерства, повышение престижности музыкального образования, также выявление профессионально-перспективных учащихся, отмечают организаторы. В преддверии празднования 120-летия со дня рождения выдающегося казахского поэта Макжана Жумабаева карагандинцы готовят ряд мероприятий. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Нуратане. На встрече рассказали, что под эгидой Управления по вопросам молодежной политики области пройдет конкурс «Акынов», посвященный памяти великого казахского поэта Макжана Жумабаева. Принять участие в состязании смогут молодые поэты в возрасте от 14 до 25 лет. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на казахстанских сайтах. Как отмечают организаторы мероприятия, цель конкурса – воспитать среди молодежи чувство патриотизма. Мы проводим 14 марта конкурс поэтов Мушайра, посвященный 20-летию Макжана Жумабаева, Менжа Старгасинемен. На данном шее могут участвовать молодежь от 14 до 25 лет. Главная цель данного мероприятия – это пропаганда казахстанского поэтизма среди молодежи. Потому что именно воспитывая молодежи в таком русле, мы добьемся успехов, можно сказать. О новостях спорта расскажет Берри Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Юная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг одиночного разряда международного турнира «Дубай Дьюти Фри». В первом круге Путинцевой удалось обыграть поданную Ее Величество Королеву Великобритании 43-ю ракетку миру Лару Робсон 642676. Следующей соперницей 18-летней казахстанской теннисистки станет четвертая ракетка мира полячка Агнешка Радванска. Выйдя во второй круг, Путинцева гарантировала себе 18 382 доллара призовых и 60 очков в зачет женской теннисной ассоциации WTA. Все на хоккей. В Людовом дворце спорта Караганды-Арена пройдут заключительные матчи первого этапа регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. За три матча до начала плей-офф карагандинский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 106 баллов. Отрыв от идущего вторым Рубина из города Казань составляет 4 очка. Откроют домашнюю серию игр матч Сарарка-Рубин, Сарарка-Кубань, город Краснодар. А 23 февраля Сарарка примет на своем льду хоккейный клуб Титан из города Клин. А последний матч состоится 25 февраля. В Караганду приедет хоккейный клуб ВМФ из города Санкт-Петербург. На просмотр в стан действующего чемпиона страны прибыл 20-летний перспективный украинский полузащитник Артем Козлов. Главный тренер шахтера Виктор Кумыков уже не раз выражал заинтересованность в молодых футболистах на перспективу. У себя на родине Артем Козлов выступал за Полтавскую Ворску. Последним клубом Козлова является Молдавская Олимпия. На очередной плановый учебно-тренировочный сбор юношеской сборной Казахстана, который пройдет в городе Талгар Алматинской области, в период с 27 февраля по 6 марта, вызваны несколько футболистов шахтера Куаныш Ермеков и Виталий Ли, а также в качестве кандидата в резерв юношеской сборной страны, на сбор позднее может быть вызван еще один игрок Алибек Нурмагамбетов. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. И не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Сау-Боу-Унзда. Субтитры подогнал «Симон»